Очередной скандал в канадском правительстве и, судя по всему, именно этот скандал может стать последней точкой, так сказать, вишенкой на торте, последним аккордом, который сыграет либеральное правительство и Джастин Трюдо. Что же произошло? Что именно произошло, об этом поговорим в сегодняшнем видео. Очень важно, чтобы вы поделились именно этим роликом, потому что чем больше людей узнает о том, что происходит, тем лучше будет для всех. Уже неоднократно освещал скандалы, связанные с либеральным правительством, а именно коррупционные скандалы. Во-первых, конечно же, это был и Райв Кен скандал про приложение и Райв Канада. Там вместо 80 тысяч долларов было потрачено 60 миллионов долларов, которые ушли в карман. Ну, не совсем понятно кому, но, в общем, понятно кому. Друзьям либеральных МП. После этого было еще несколько скандалов, включая план по выкупу оружия у населения. То есть там тоже было потрачено в районе 70 миллионов долларов и по итогу ни одной единицы оружия не было изъято у населения. И вот сейчас что же произошло в парламенте? Была назначена специальная комиссия, которая расследовала утечку денег. Миллионы денег налогоплательщиков ушли в карманы фирм, которые были ассоциированы с либеральной партией, естественно. Там дело идет о порядке 400 миллионов долларов, которые были подарены либо инвестированы в различные компании. И все дело в том, что нельзя просто так взять и подарить, например, 100 миллионов долларов или вложить 100 миллионов долларов денег tax pay money, то есть наших с вами денег. Есть определенная процедура одобрения, очень много различных проверок и шагов по этой процедуре, но вся эта процедура может быть преодолена с помощью одной подписи премьер-министра. Ну и судя по всему сам премьер-министр поставил эту подпись о выдаче всех этих денег, этим компаниям и в чем его и обвиняет консервативная партия и вот это именно комиссия, которая расследовала все это. Всю эту коррупцию. В общем, оказалось, что нынешнее правительство не только самое худшее правительство за всю историю Канады в плане решений, которые оно принимает, но и самое коррумпированное правительство. Что произошло дальше? После того, как стали известны эти факты, консервативная партия потребовала от парламента и от либеральной партии о том, чтобы все документы, связанные с этим скандалом, были переданы RCMP, то есть полиции Канады. И было в Хаузенкоммонс, то есть в парламенте было голосование по этому поводу. То есть, если большинство проголосовало за, то правительство обязано передать все эти документы RCMP. И NDP, и Кубекский блок, то есть все партии оппозиционные поддержали консерваторов. То есть, они сказали, да, мы хотим знать больше, мы хотим, чтобы этот случай стал достоянием широкой общественности, чтобы RCMP расследовала, что именно произошло, куда ушли все эти деньги. Ну, а либералы сказали, нет, эти документы мы отдавать не будем. Несмотря на то, что Хаузов Коммонс, парламент, высказал свое мнение, проголосовал, и они обязаны это сделать. Ну, и как же реагирует либеральная партия на весь этот скандал? Ну, вот вышла Карина Голд, это лидер фракции либералов в парламенте, вышла и сказала о том, что мы не выдаем эти документы, потому что это нарушает конституционные права канадцев. То есть, сейчас, наконец, либералы задумались о конституционных правах канадцев. А где же были эти права, когда разгоняли конвой свободы? Где же были эти права, когда на нас одевали маски? Когда нам не разрешали собираться больше, чем там два человека на одном метре? Где были эти права, когда замораживались счета тех людей, которые жертвовали свои, свои кровные деньги, жертвовали на поддержку конвоя свободы? И даже были аресты, как мы все с вами знаем, арестовали организаторов конвоя свободы. Где же их конституционные права? То есть, об этих правах никто не говорит. Но когда касается дела либеральной партии, то, конечно же, здесь нужно вспомнить о правах человека и о правах канадцев, которые мы защищаем. И Карина Голд сказала, что если мы сейчас выдадим эти документы, это создаст прецедент, а такой прецедент мы создавать не хотим. Ну, в общем, предупредила канадцев, что вот посмотрите, какие консерваторы плохие. Они хотят нарушить права канадцев. Ну, я, например, согласен, чтобы мои права нарушились. Я думаю, что многие канадцы согласятся со мной и согласятся в этом случае, чтобы их права нарушили, только чтобы выяснилось, что действительно происходит с либеральной партией и с их коррупцией, чтобы виновные были наказаны, чтобы все деньги, которые были потрачены неизвестно куда, были возвращены, и чтобы виновные оказались за решеткой. А дальше спикер парламента, видя, что такая создалась патовая ситуация, заморозил весь парламент. То есть, заморозил любые действия, любые решения правительства. Все, что разрешено сейчас делать в парламенте, это все, что связано с оппозиционной деятельностью. То есть, все это можно. Но все, что связано с деятельностью правительства, любые законодательства, это все заморожено. То есть, в принципе, парламент сейчас парализован. Ну, и, конечно же, у вас возник вопрос, что все это значит. Давайте я вам сейчас расскажу. Во-первых, это значит, что правительство не сможет ничего рассматривать в парламенте. А на носу здесь вот у нас, как я уже рассказывал в предыдущем ролике, ультиматум от партии Квебека. Квебекский блок выдвинул ультиматум. И первое требование — это увеличение надбавки для пенсионеров. Порядка 100 долларов увеличения для пенсионеров возрастом 65-74 года. И когда было голосование именно по этому вопросу, принципиальному для Квебекского блока, либералы, опять же, проголосовали против. И глава Квебекского блока сказал о том, что время тикает, продвижения не видим по этому вопросу. Поэтому уже на следующей неделе мы будем работать с другими партиями для того, чтобы свергнуть это правительство. Ну, скорее всего, что это и произойдет. Осталось ждать уже совсем недолго. Вы можете сказать, что у либералов еще осталось NDP, партия, которая поддерживает их, несмотря на то, что якобы разорвали соглашение коалиционное с либералами. Но однако NDP поддерживает до поры до времени. Что важно для NDP? Для NDP важно, чтобы провели два законопроекта. То есть один из них уже провели, уже в принципе закон вступил в силу. Это Dental Care. Все, что связано с лечением зубов. Вот это первый пункт. Но второй пункт это PharmaCare. Фармакология сейчас находится на рассмотрении Сената. Так вот, второй вот этот законопроект по PharmaCare, он сейчас заморожен из-за того, что из-за той ситуации, которая сейчас создалась. Поэтому, в принципе, если это и будет продолжаться эта ситуация, то PharmaCare им не светит. То есть, о чем это говорит? То, что и NDP, и у Квебекского Блока, не будет никаких мотивов для того, чтобы поддерживать это либеральное правительство. Да, кстати, вот сейчас я выхожу к озеру. Может быть, немножко ветрено, но вот я вам покажу. Район, который находится недалеко от озера, это Северный Сан-Катренс. Вот эти дома, которые находятся на первой линии, конечно, они стоят дороже, где-то от миллиона, полтора миллиона и выше. Но там 5-10 минут ходьбы от озера. Эти дома довольно доступны. Вот, кстати, на днях ребята приобрели такой дом за 700 тысяч долларов. Хороший отремонтированный дом с очень большим бакьярдом, кстати, с задним двором. 10 минут ходьбы отсюда за 700 тысяч долларов. Поэтому, если вы спрашиваете, где есть более-менее доступное жилье, вот это Ниагарский регион Онтарио. Нарисовывается такая не совсем веселая картина для либеральной партии. Конечно, есть там несколько ходов, у них еще осталось несколько лазеек. То есть, они могут продолжать каким-то образом работать с кебекским блоком, кормить его завтраками, что там, да-да, мы скоро что-то сделаем по поводу этого. Также они могут отдать все-таки эти документы, которые просит парламент RCMP. Но тогда там просто так уже никто не отделается. Включая Трюдо, скорее всего, замешан там довольно серьезно. Еще один выход — это полностью прекратить работу парламента. То есть, на английском это ProRogue называется. В общем, такая опция также есть. Но после того, как это происходит, опять же, NDP ничего не получает, Кребекский блок тоже. И когда парламент возвращается к работе, после этого будет вынесен уже со стопроцентной гарантией. Вот у недоверия этому правительству. Ну, в общем, со всех сторон сплошная печаль для либералов. Будем следить за развитием событий. Вы не забывайте ставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз.